Здравствуйте, это канал Herbal's UI. Сегодня мы поговорим про масло гинкобелопа. Действия масла гинкобелопа антисептическое, антиоксидантное, антицеллюлитное, бактерицидное, противоспазматическое, противовоспалительное, репеллентное, седативное, смягчающее, сосудорасширяющее. Рекомендуется для ухода за стареющей и утомленной кожей. Кожей, подвергающейся длительному воздействию неблагоприятных факторов, чрезмерному воздействию солнца или холодного. Содержащимся в экстракте гинка флавонолевым гликозидом присуща высокая антиоксидантная активность. Сискитерпены оказывают противовоспалительное действие. Масляный экстракт гинка улучшает приток крови к периферическим тканям рук и ног, способствует увеличению потенции за счет улучшения притока крови к печерестому телу полового члена. Повышает эластичность и прочность стенок кровеносных сосудов и капилляров, препятствует их возрастному утолщению. Улучшает вязкость крови и ее микроциркуляцию. Уменьшает риски образования сгустков или тромбов в венах или артериях за счет снижения агрегации слепания тромбоцитов и эритроцитов. Может использоваться в процессе лечения периферических сосудистых нарушений, обусловленных сахарным диабетом, а также варикозного расширения вен. Активные вещества экстракта гинго нормализуют метаболические процессы в тканях, улучшают обмен веществ и оптимизируют энергетический обмен. Помогают сохранить целостность и проницаемость клеточных стенок. Оказывается, суторасширяющее действие нормализует давление. Связывает свободные радикалы и препятствует окислению А-токоферола и В-каротина, а также перекисному окислению полиненасыщенных жирных кислот клеточных мембран. Благодаря антиоксидантным свойствам препараты гинго влияют на образование вазоактивных медиаторов и медиаторов воспаления, что обуславливает их способность улучшать кровообращение и оказывает противооспалительное действие. Уменьшает развитие окислительного стресса, обусловленного утрофиолетовым облучением, защищает полиненасыщенные жирные кислоты клеточных мембран от свободно-радикального окисления, а мембраны белки от необратимой полимеризации под влиянием липидных перекисей, благодаря чему рекомендуется к использованию для ухода за кожей после посещения солярия или обгоревшей на солнце кожи. В качестве защитного средства от повреждения ультрофиолетом может наноситься на кожу перед применением солнечных ламп. Может использоваться при тромбофлебите, геморрое, некоторых сексуальных дисфункциях и потенциях. За счет способности улучшать циркуляцию крови используется для профилактики образования полежней и обморожений. Массаж применяется при нарушении периферического кровообращения и микроциркуляции с ощущением холода в конечностях, болью при ходьбе, судорогом, тяжестью в ногах и т.д. По структуре масло тяжелое, для использования в качестве массажного средства может разбавляться более легкими маслами, например виноградной косточкой или абрикосовым маслом. Хорошо сочетается с масляным экстрактом хвоща и женщины. Другое применение масла гинкобелопа. Может использоваться в качестве самостоятельного массажного масла или основы для создания смеси с другими жирными и эфирными маслами и экстрактами. Получается в состав кремов, антицеллюлитных и антивозрастных. В домашнем мыловарении на 100 г мыла добавляют 5 мл экстракта гинкобелопа. Методы применения аппликации компрессы и массаж. Противопоказания и предостережения. Индивидуальная непереносимость. Не рекомендуется часто использование масляного экстракта людям, имеющим пониженную свертываемость крови, а также страдающим артериальной гипертонией, перенесшим инфаркт миокарда или инсульт. По причине выявленного антитрабицеатарного действия гинка рекомендуется ограничить или прекратить применение экстракта в третьем триместре периода беременности из-за возможного увеличения периода кровотечения в природах. Для сохранения оптимального действия необходимо делать перерывы в использовании экстракта гинка. Если для вас была интересная информация, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.